Парируя в интервью общественному телевидению Армении, заявление президента Российской Федерации о том, что он узнал о признании Армении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана из прессы, Никол Пашинян сказал, что российская сторона несколько раз заявляла о том, что считает Карабах частью Азербайджана. В частности, Пашинян имел в виду достаточно заковыристые по своей сути заявления Путина на пресс-конференции в декабре 2020 года о том, что сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала, и имея в виду это обстоятельство, Нагорный Карабах, с точки зрения международного права, тоже Азербайджан. Конечно же, в Кремле прекрасно осведомлены об истории Арцаха, Нагорного Карабаха, как и о том, как древний армянский край оказался спорной территорией и стал ареной ожесточенных столкновений между кавказскими татарами, позже названными азербайджанцами и армянами, вплоть до 1920 года, когда он был занят Красной Армией и вскоре после советизации региона был включен вопреки воле населения и нелегитимным с правовой точки зрения решением партийного органа. Кавбюро ЦК РКП-Б в состав искусственного новообразования, заимствованному соседнего Ирана названием. Известна также предыстория этого скандального решения. 3 июня 1921 года Кавказское бюро РКП-Б единогласно постановило указать в заявлении правительства Армении, что Нагорный Карабах принадлежит Армении. 12 июня того же года правительство Армянской ССР приняло постановление, подтверждающее окончательный правовой статус территории в составе Советской Армении. Эта новость была опубликована также в Баку. Властями и народом Азербайджана было подтверждено объединение Карабаха с Арменией. Спустя месяц, 4 июля, на пленарном заседании Кавказского бюро было принято решение включить Нагорный Карабах в состав Советской Армении. Юридический акт отказа Азербайджана от претензий на Нагорный Карабах и другие армянские территории был официально подтвержден правительством РСФСР. Однако спустя некоторое время азербайджанское руководство при поддержке Народного комиссара по делам национальности Иосифа Сталина вновь поднимает вопрос принадлежности Карабаха в рамках обсуждений по определению внутренних границ Республик Закавказья. 5 июля 1921 года созывается еще одно заседание пленума Кавбюра ЦК РКП-Б с участием Сталина, на котором отменяются предыдущие решения и выносится постановление о включении Нагорного Карабаха в АзССР с предоставлением ему широкой областной автономии, в частности исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами. К какому национальному миру привело это роковое решение, принятое партийным органом под волюнтаристским давлением основателя тоталитарной диктатуры СССР, мы со всей очевидностью видим сегодня. За весь советский период армяне Нагорного Карабаха так и не смирились с этим несправедливым и нелегитимным решением, и на протяжении десятков лет постоянно боролись за воссоединение с родиной, матерью Арменией. Стремление карабахских армян к свободному самоопределению в период распада Советского Союза проявилось в самоотверженной национально-освободительной борьбе и юридически подтверждено в решениях его представительных органов, основанных на результатах всенародного референдума 1991 года о независимости провозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Известно, что в контексте распада Советского Союза на территории Азербайджанской ССР, согласно действовавшему в то время законодательству СССР, были образованы два государства – Азербайджанская республика и Нагорно-Карабахская республика, провозглашенные 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шоумяновского районного советов народных депутатов АСССР в границах НКА и прилегающего армянонаселенного Шоумянского района. 10 декабря 1991 года в НКР состоялся общереспубликанский референдум о независимости. Заметим, что 29 декабря того же года референдум о независимости был проведен в Азербайджане, и таким образом оба субъекта получили независимость от Советского Союза по одному и тому же принципу. Однако проблема современной системы международно-правового мироустройства заключается в том, что она продолжает руководствоваться теми решениями и принципами, которые были приняты в конце 1991 года геополитическими центрами в отношении новых государств бывшего СССР. Речь о политическом решении, согласно которому новыми государствами признаются только те республики, которые в период СССР имели статус всесоюзных, хотя в момент утверждения такого подхода. Несколько бывших автономных образований вполне легитимно создали свои государства. Избирательное международное признание новых государств стало одной из причин развития непримиримых конфликтов, которые неизбежно переросли в кровопролитные войны. От такой несправедливости Нагорный Карабах, пожалуй, пострадал больше своих собратьев. Наблюдатели отмечают, что несмотря на то, что вопреки воле бывших митрополий после признания независимости автономий Косово, Абхазия, Южная Осетия, в международном праве и международных отношениях сложилась новая ситуация, посредники, в данном случае, наделенные официальным мандатом Минская группа ОБСЕ и ведущие эксперты, не разработали современные эффективные подходы к урегулированию карабахской проблемы, которые приблизили бы мир, а не вели к войне. Тем самым жизненные интересы народа Арцаха были принесены в жертву геополитическим интересам влиятельных держав и гипертрофированным амбициям диктаторского бакинского режима. В создавшейся ситуации виноват, конечно же, и Кремль, пытающийся сегодня переложить свою долю ответственности на Ереван. В числе других сопредседателей Минской группы ОБСЕ, США и Франции, Россия также проигнорировала тревожные сигналы от обществ в ответ на навязываемые им решения, в частности, по мадридскому документу, которые практически были направлены на обеспечение суверенитета и независимости Азербайджана за счет насущных интересов Арцаха и Армении, игнорирование исконного права граждан Нагорного Карабаха на мирное будущее и свободное развитие. Ради справедливости к вышесказанному, надо добавить, что вопреки официальной позиции влиятельных стран, де-факто независимость Нагорно-Карабахской республики и право народа Арцаха на самоопределение признали несколько американских штатов Мэн, Луизиана, Массачусетс, Род-Айланд, Калифорния, Джорджия, Городской совет Лос-Анджелеса, Законодательный совет австралийского штата Новый Южный Уэльс, парламент страны Басков и другие. В принятых ими соответствующих резолюциях отмечается, что народ НКР имеет право самостоятельно выбирать свое будущее, в частности, когда речь идет о самоопределении, что является ключевым аспектом при переговорном процессе по урегулированию любого конфликта. Казалось бы, учитывая многолетнюю целенаправленную политику властей де-факто республики по демократизации страны и созданию гражданского общества, на фоне усугубляющейся бакинской диктатуры, передовая мировая общественность должна была встать на сторону народа Арцаха, однозначно поддержав его исконное право самостоятельно выбирать и строить собственное будущее. В НКР надеялись и искренне верили, что за многочисленными признаниями различных штатов, регионов и городских администраций последует окончательное признание республики, самоопределившейся в соответствии с общепризнанными международными нормами и общечеловеческими ценностями. Увы, вместо признания исконного права народа в цивилизованном XXI веке был допущен очередной азербайджано-турецкий геноцид. Оказалось, что для проживавшего тысячелетиями на своей родной земле созидательного народа в современном цивилизованном мире не предусмотрено каких-либо элементарных человеческих прав. Пресловутые геополитические центры пассивно наблюдали, как бакинский диктатор сначала морит голодом, а затем хладнокровно убивает, беря под прицел в качестве легитимной военной цели своей спецоперации 30 тысяч детей Нагорного Карабаха. Констатировав в своем докладе, что этнические чистки армян, веками живших в Арцахе, являются геноцидом, а вынужденное переселение преступлением против человечности, бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Акампо справедливо добавил, что мир стал свидетелем ситуации, когда последовательно игнорировалась информация о геноциде армян в Арцахе. «Сам Господь наделил человека правами, свободой воли и выбора. И земные правители, возомнившие себя вершителями судеб и пытающиеся спутать карты Бога, непременно поплатятся за свою самонадеянность и лицемерие». Субтитры создавал DimaTorzok